Здравствуйте, меня зовут Мандрыкина Дарья, и тема моего доклада «Использование свободных компиляторов при изучении технологий параллельного программирования». Данная тема является частью моей магистрской диссертации на тему «Параллельные вычисления в курсе технологии программирования». В связи с ростом производительности программного обеспечения IT-специалисты должны знать технологии ускорения вычислений. Поэтому обучение параллельному программированию — это одна из главных задач в нынешней подготовке программистов. В Кубанском государственном университете студенты направления математики и компьютерной науки получают обширную математическую и IT-подготовку. Они знакомятся с параллельным программированием в процессе изучения курса технологии программирования. Курс посвящен расширению кругозора в плане используемых для программирования языков средств разработки и применяемых технологий. Этот курс охватывает основные алгоритмы, которые нужно знать и понимать студентам инженерных специальностей. На слайде представлена структура дисциплины технологии программирования. В пятом семестре при изучении модуля параллельное программирование рассматриваются современные средства разработки параллельных приложений, а также особенности организации параллельных вычислений в многоядерных и многопроцессорных вычислительных системах. Нами были разработаны методические материалы для преподавателей и студентов по данному модулю. Модуль включает в себя курс лекций и лабораторный практикум по следующим темам. Использование библиотеки MPI, использование библиотеки OpenMP и особенности разработки параллельных программ в современном фортране. Отдельное место в блоке параллельного программирования уделено разработке программ на фортране. Современный фортран имеет большое количество подпрограмм для работы с матрицами, что ускоряет как написание кода, так и время его выполнения за счет встроенной оптимизации. Лабораторный практикум основан на работе в свободных компиляторах семейства GCC. Это исследование является составной частью работы факультета по переводу обучения студентов на свободное ПО. В связи с этим дополнительно были разработаны инструкции по установке свободных компиляторов на личные компьютеры студентов, а также методические рекомендации по разработке параллельных приложений на свободных компиляторов семейства GCC. Курс предусматривает разработку нескольких параллельных математических программ, таких как операции с матрицами и численное интегрирование. В разработанном курсе программы численного интегрирования рассматриваются при освоении параллельной технологии MPI. Студентам предлагается написать параллельную программу численного интегрирования одним из предложенных методов и протестировать ее на разном количестве потоков. Работа может быть выполнена как на фортране, так и на C++. Результаты выполнения программы интегрирования представлены в таблице. Здесь время выполнения программы значительно меняется при увеличении числа процессов. Стоит также отметить, что компилятор C уступает скорости компилятору Fortran при выполнении даже на одном процессе. Параллельное расширение OpenMP для языков C и Fortran помогает достичь ускорения за счет распараллеливания практически без изменения обычного последовательного алгоритма. При изучении этой технологии студенты используют директиву Pragma OMP Parallel в последовательных алгоритмах своих программ и сравнивают полученные результаты со временем выполнения. Рассмотрим время выполнения последовательного и параллельного алгоритмов умножения матриц, полученных с помощью семейства компиляторов GCC. Программа на языке C выполняется последовательно 4 секунды, в то время как ее параллельный код выполняется более чем в 2 раза быстрее. Все материалы находятся в свободном доступе на сайте 1aer.ru и включены в обучающий курс со свободным доступом на образовательной платформе Stepik. Как итог можно выделить следующее. Разработан модуль параллельного программирования для подготовки бакалавров математического факультета КУБГУ. Написаны лекции и разработаны лабораторные работы по параллельному программированию. Предложены инструкции по установке и использованию свободных компиляторов на личных компьютерах. Продемонстрирована эффективность использования технологий параллельного программирования и обоснованное использование свободных компиляторов в учебном процессе. У меня все. Спасибо за внимание. У меня есть несколько вопросов к вам. Вот смотрите, вы учите своих учащихся параллелизму уровня узлов, это MPI, параллелизму уровня трэдов на три узла, это OpenMP, но есть еще один уровень параллелизма, крайне важный, это параллелизм уровня команд, SYNC. И судя по всему, вы это переложили целиком на компилятор, из-за этого у вас такси плюс-плюс и фартран разошлись. Если вы рестрикт-указатели, например, используете в CIS-ном коде, у вас скорость будет уже примерно одинаковая, фартрана и сейли плюсов. Соответственно, было бы очень здорово, если бы вы дополнили свой курс тем, чтобы люди умели самостоятельно использовать SYNC, потому что компилятор далеко не всегда может увидеть возможность векторизации кода. Если вы интринсики, например, будете учить, как интринсиками компилятора ускорять код, это вам еще в несколько раз может поднять и на интелловых архитектурах, и на альбрусах, то есть это очень такая интересная техника. И было бы здорово, чтобы вы полностью этот комплекс уровней параллелизма дополнили. Было бы здорово, но проблема в том, что у нас не целый курс параллельного программирования, а частичка курса технологии программирования. И времени не так уж и много. И мы показали две технологии, которые различаются, чтобы вообще студенты понимали, о чем речь. То есть рассказывать больше технологий, просто нет времени, но, конечно, хотелось бы. Я понял, спасибо. И все-таки уделите внимание, почему так разошлось на C++ и Фортеране. По-моему, это просто недоработка небольшой оси-шного кода. Посмотрю, спасибо. Дополню предложение Андрея. Мне кажется, что может иметь смысл хотя бы засветить, опять же, детям, то есть как это, одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю. В данном случае может померещиться, в том числе и тот же Эльбрус, у которого, так сказать, это вообще его все. И, соответственно, там есть свободная книжка, официальное руководство по оптимальному программированию на платформе. И там есть пара глав как раз-таки по анализу производительности и по оптимизации. Причем та же расшивка зависимости по данным в циклах, она, в общем, архитектурно-независимая, то есть это алгоритмические вещи. Соответственно, уже есть хороший материал, который можно просто засветить студентам. Кому интересно, полезет, покопается, почитает и, глядишь, на пользу пойдет. Вот ссылку я вот Алексею сейчас пришлю. Хорошо. Спасибо. Собственно. У меня два очень маленьких вопроса. Вот можно вернуть сейчас те слайды, о которых ребята говорили, с производительностью на разных языках. Да, вот это вот. Вот у вас здесь с очень большой точностью показаны эти цифры, аж там четвертый знак. А вы уверены, что действительно реально такая точность измерений? Потому что, может быть, та разница, которая между C++ и Quartran была, это еще и просто ошибка измерений, на самом деле. Здесь у вас не указано, какая ошибка измерений? Плюс-минус что? Не могу сказать. Ну, маловероятно, что в четыре раза была бы ошибка. То есть даже если у них не последний апрель, а последний знак. Неподятно, что они мерили. Может быть, там еще стартовые какие-нибудь расходы. А вы сколько запусков делали, чтобы получить это число? Один запуск или несколько подряд? Несколько. И у вас одно и то же получилось? Ну, примерно, да. Ну, плюс-минус. Ну, такая разница все равно была. Скорее всего, вот я думаю, в Quartran, насколько я помню, все указатели, рестрикт по умолчанию идут. Это позволяет очень эффективно блоками памяти оперировать. И просто в СИД писать вот этот рестрикт. Да, спасибо. И вот я присоединяюсь ко всему, что ты говоришь. Действительно, хорошо бы, чтобы еще и СИМД инструкции тоже, значит, в качестве третьего аспекта параллелизма тоже были. Это здорово. А я хотел спросить. Вот вы говорите, что здесь пользователям, на компы пользователей устанавливается гнукомпилятор и все прочее. При этом у пользователей какая операционная система на компах? Винукс. Ясно, спасибо. Все боятся получить кубиком с утра? Или просто вопросы закончились? Все, понятно. Все, спасибо. Спасибо.